ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся эта тема как бы обслуживания, в данном случае не обслуживания ремонта AirPods. Разница есть, как бы у нас было видео, где мы меняли батарейку, и это как бы непосредственно обслуживание, когда приходит срок по времени эксплуатации, батарейка израбатывает свой ресурс и необходимо, так сказать, обслужить. То есть это как бы не поломка, это естественный износ, ну, в данном случае батарейки. А это у нас непосредственно будет ремонт. И как мы вот эту всю тему вообще классифицируем, обозначаем, и как даже ее назвал, обозвал, что это нерентабельная вещь на самом деле, не предлагает большинство мастеров вот эти вещи обслуживания именно по AirPods, обслуживания, ремонт, потому как это по стоимости не совсем целесообразно. Ну и плюс вся колхозность вот этой процедуры, то, что вот эти все устройства уже такие, ну, так сказать, маленькие, они по большей части все склеены на одноразовой основе, то есть разобрать это можно, ну и то даже довольно сложно. А собрать вот это уже как бы по-разному там представляется возможным в той или иной степени. Ну, показывали замену на аккумуляторной батареи, кому интересно, может посмотреть. В принципе, да, делаем эти вещи, ну и вот как бы так. Ну, не предлагаем массово, в данном случае вот тоже как бы взяли делать, но, но, но. Ну, вот так, да, немножко, да, может быть, ближе к концу скажу там, что во что обходится стоимость и вообще общую картину и понимание, что с этим делать, как вообще, если возникла проблема, как обслужиться или что вообще, как бы, ну, общее понимание нарисуем. Так, да, я хочу идентифицировать проблему, показать ее, то есть на пользовательском уровне, как она есть. Original. Так, довольно-таки непросто мне будет, наверное, воспроизвести это дело, чтобы именно на камеру можно было услышать. Да, кстати, в прошлом видео про тот момент, где я менял батарейку и воспроизводил звук в наушники, не вставив их, соответственно, в ухо, мне писали, да, это китайские какие-то наушники, потому что на оригиналах такого нет. Нет, на самом деле, в интерфейсе включается и оно, соответственно, играет. А вообще для этого, да, есть такие датчики присутствия, то есть это вот это вот непосредственно окошечко, то есть когда они, вот эти два, когда оно вставлено в ухо, оно начинает играть. Но можно, опять же, принудительно включить, вот что, собственно, делать. И вот на, получается, на правом наушнике у нас играет нормально. А вот на левом есть вот это вот такое характерное дребезжание. Вот, да, у нас, скорее всего, все-таки вот это не воспринять, то есть он именно когда в ухе, и вот это дребезжание самой как бы мембраны динамика, оно такое ощутимо. И да, как водится в таких вообще вещах, конечно же, ну вот да, кстати, и по деталям, и вообще по всему, то есть сначала мы все эти вещи испытываем, ну как бы на себе, как эти все процедуры работают, как что. Кстати, вот, скорее всего, пример. Например, может быть подобные проблемы по динамику, скорее всего, организовалась проблема после удара, ну либо какое-то проникновение жидкости. Хотя вот разобрав несколько вот этих штук, я понимаю, почему туда не попадает жидкость, при всем при том, что как бы влагостойкости на них не заявлено. То есть это такой некий эффект получается как бы воздушного пузыря, куда просто через технологические отверстия жидкость не может проникнуть, ну потому что там, грубо говоря, воздух, и как бы жидкости туда просто не попасть. Вообще, да, то есть вот извлек парочку динамиков извлек из наших тестовых устройств, соответственно, отточив процедуру открытия этого дела, ну может быть, да, потренировавшись, так сказать, как бы как правильно открывать. Так вот, да, парочку, даже тройку распотрошил. Так, вот тут все это мое шурум-брум. Да, вот есть у меня два динамика рабочих получается. Да, вот троицу, получается, я распотрошил. Кстати, на одном, скорее всего, тоже была такая проблема, потому как он прямо был такой, как сказать, расщепленный. Так, ну да, что тут все прилипло, у меня подлипло, не получается. Да, вот такой вот всего лишь динамик воспроизводит звук. Вот так вот он там расположен внутри. Казалось бы, да, вроде бы звук уходит отсюда, и все думают, может быть, там вот такой динамичек. Нет, на самом деле там такая, ну как я не знаю, это назвать в аудиофильной теме, это может быть, ну как такая, как труба такая, я не знаю, акустическая такая получается, что динамик вот так воспроизводит звук, и он, когда захлопнута эта коробочка полностью, она именно защелкивается вот уже в таком чистом виде, когда очищена от герметика, на которой там все очень сильно приклеены. То есть она просто защелкивается. ЧПЕКС. Кстати говоря, да, когда правильно разбираешь это дело, оно потом так же просто защелкивается и садится. Но герметик необходимо все-таки добавлять проклейку, там позже расскажу почему. Так, собственно, да, и вот таким вот образом он получается там играет внутри, то есть вот это как бы такая труба и полая поверхность создает, ну даже такого рода усиление, как бы, и у нас в такое, как бы уже узкое технологическое отверстие выходит усиленный звук. Здесь, кстати говоря, почему данная проблема, вот это дребезжание не относится. Ну обычно, да, если со звуком какая-то проблема, мы начинаем чистить, но здесь все очищено до нельзя, и я под микроскопом это покажу сейчас, когда будем разбирать. То есть тут точно это не относится к загрязнению, потому что вот все отверстия, они чистые. Ну да, в таком виде там даже немножко, как бы, они чистые, проглядываются внутренности. Так, вот это, да, кстати, все мое шурум-гурум по наушничкам. Здесь потрошенные батарейки, здесь новые батарейки, здесь батарейки для кейсов. И да, кстати, тему мы будем развивать. Скорее всего, последующее видео я покажу по проблеме микрофона, по проблеме микрофона, но там это тоже уже такое себе, то есть это вот, ну, очень тяжело там залезть, потому что это все дело такое очень меленькое, как бы хлипенькое, одноразовое. Так, 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 собственно, наша задача аккуратно открыть и заменить динамик. Так, вот эти два проверенных, донорских нам пригодятся под микрофон. Так, ну да, в данном случае голыми руками с небольшим нагревом я специально левый наушник вставляю в правый зажим вот, ну, как бы, вот этой струбцины нашего держателя, чтобы мне была более открыта вот эта область для прогрева, именно область шва. То есть если тут сделать как бы по эргономике, то это вот... Да, на простые. Да, если сделать по эргономике, то это как бы вот так будет выглядеть, и мне шов сам как бы немножко недоступен. В данном случае я использую как бы правый зажим. Ну, кстати, прошку вообще удобнее, кстати. Вот, для прошки. Давайте-ка сейчас для прошки да, используем бы вообще. Да, вот так вот, для прошки используем. Тут немножко нарушение идет эргономики, но как раз таки то, что нужно. Укрепо сидит и у меня при открытом. Да, еще есть вот такой непосредственно зажим, вот для как раз для вот этой процедуры, который должен использоваться. Но немножко тоже мне он неудобен, потому что в таком прогреве сами вот эти кусочки, они забирают большую часть температуры. А как бы перегреть вот этот пластик очень так вообще легко, и на самом деле не круто, если так получится. Так, 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 да, вот ничего себе, вот так вот, вот так вот прикольно оказалось. И то, что нам и нужно. Да, есть окей. И да, есть у нас открытие. Как сказал, в принципе, идет на защелке, но присутствует вот этот герметик, который нужно немножко разогреть. И да, это вот то самое расщепление как раз таки мембраны, о котором я говорил, вот из-за которой как раз таки и происходит дребезжание. То есть вот этого момента не должно быть. В динамике не должно быть вот этого момента. Тут все должно быть плотно, и это и есть вот этот момент формирования звука. Так, окей, аккуратно изымаем. Вот они внутренности и мозги самих наушников. Так, есть убрал защитный компаунд. Отпаиваем герметик. Есть, окей. Ну и да, вот она та проблема, из-за которой у нас вообще происходит вот это дребезжание. То есть сама мембрана, она как бы отходит от корпуса основного, и появляются вот эти дребезжащие звуки на различных частотах. Так, проблема очевидна. В сторону. Так, есть, подготовил кладку для установки динамика. Так, есть, окей. Припаяли динамик. Так, есть компаунд. И сейчас мы можем тестово закрыть, просто защелкнуть. Проверить. Да, вот в таком вот виде можно посмотреть, когда пластик не повел от температуры. То есть он очень хорошо и плотно садится на место. И это очень важно для правильности работы. Так, окей, все готово. Тестим. Так, да, есть, окей. Так, это все немножко в сторону. Это все шурум-бурум. Так, да, 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 вот что говорю. В принципе, да, очень удачно получилось. То, что правильная температура. Ну, тут на самом деле уже я ее подгадал неоднократными вот этими экспериментами. И что позволило раскрыть аккуратно, не поведя вот эту коробочку. И она, соответственно, так же и защелкнулась. Но просто защелкнуть тут все-таки недостаточно. То есть сам динамик, он, во-первых, должен быть закреплен. Сама основа от того, чтобы она не гуляла внутри. Вот каких-то вибраций от какого-то падения, опять же. Потому что это, опять же, приведет, ну, вот, просто к порыву вот этой мембраны. Ну, кстати говоря, сейчас опять не расщепляется, потому что подмагничивается она там. Ну да, как-то вот так вот. Так, ну это мусор. Так, собственно, да, надо потестить. Не знаю, да, еще один такой из моментов. Ну, на самом деле, как сказать, по... Ну, по-простому, да. Почему многие мастера не берутся, в принципе, обслуживать эту вещь. Ну, такой как бы момент, не знаю, как бы момент немножко личной гигиены получается. Я вот тут сейчас немножко так, по-честному сказать, весь прилип вот в этой сере ушной. Потому что она, видимо, там все-таки были какие-то остатки, она начала так растапливаться от температуры. Ну, в принципе, ничего страшного, спиртовые технологии нам помогут. Дезинфекция. То есть, да, что и к чему хотел вообще обсудить, что множество вот этих сейчас вещей, то есть вот этой множества такой, как сказать, электроники, которая мельчает, то есть его ремонтопригодность становится уже такой, как бы, ну, граничащей на самом деле, где невозможно, где нецелесообразно. То есть вот эти все моменты нужно понимать. И это такой момент, который я хотел бы обозначить в следующем этапе. Понимание. И вообще, правильности пользования, ну, и вот вообще, как бы, понимание вот этих всех вещей. То есть то, что мы, по сути, уже, да, как бы, получается, что берем в некий прокат вот эти устройства, на полтора-два года там хватает, и дальше уже начинаются вот такие всякие истории. И как вот я говорю, что, может быть, иногда все-таки стоит задуматься о целесообразности приобретения той или иной вещи в зависимости, ну, вообще, от стоимости, от своих каких-то пониманий доходов, там, элементарно, да, доходов и всего прочего. Так, 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 так. Вообще, показывая тему обслуживания, ну, или, как в данном случае, ремонта AirPods, не могу не упомянуть продукт и компанию, которая лично мне сильно импонирует. И это, конечно же, тюменский бренд Кейс Гуру со своими наушниками CGPods. Я сам пользуюсь моделью CGPods 5.0 уже пару месяцев. Мне очень нравится, на самом деле, отличный звук, не придерешься. Хорошая автономность вместе с кейсом до 20 часов. Плотно сидят и адекватное сенсорное управление. Включи пошлое Молли, супермаркет. Влагостойкость. Ну, это параметр, да, к которому я очень аккуратно отношусь, как химический специалист. Но чувак в душе продолжает это делать. Отдельно стоит вообще упомянуть кейс. Крайне крепкая штука. Проходит испытания весом в 200 кг. Различные бытовые случаи. Сел, встал, кот поиграл. Все испытания кейс терпит достойно. В модельном ряде есть и более элегантная вещь. Это CG-Pod Slide. С очень няшным и самым компактным кейсом в мире. Очень приятно открывается и захлопывается. Прям как коробочка для обручального кольца. Отличный подарок для девушки. Бег девушки любят ушками. Выбирая в подарок, либо себе в пользование, стоит обратить внимание на гарантию. Все наушники от кейс Гуру имеют годовую гарантию. И в случае прецедента меняются на новые. Никакого ремонта. Никакого ремонта. Вообще тюменцы из кейс Гуру большие молодцы. Создали годный продукт. Правильную систему продаж. Где не участвуют розничные магазины со своими наценками. И за счет прямой продажи со своего сайта. И только так делают цену на свои наушники очень конкурентной. По сравнению с теми же яблочками. В 4 раза дешевле. А по ссылочке в описании и промокоду ORIGINALONE ты получишь персональную скидку в 200 рублей. А ты так не высокой стоимости. Ссылочка в описании. Так, ну и да, давайте затестим, что у нас получилось. Так, есть, видится наушник. Так, ну-ка я сейчас сначала двух оставлю. Ну и да, получается все-таки круто. Чистый звук. Намного, вот на самом деле, прям разница заметна. Намного чище он стал. Не знаю, как у меня получится все-таки воспроизвести эту камеру, но да, то есть это ощутимо просто на самом деле, очень ощутимо. Так, сейчас, собственно, что мне нужно сделать? Это все-таки еще раз аккуратненько открыть. Ну, это можно, да, голыми руками сделать. Это с защелки. Нанести клей мне, собственно, необходимо. О, кстати, давайте посмотрим, как мембрана в таком виде отрабатывает. Так, да, для такой штуки надо более какую-то басистую мелодию. Ну да, вот так вот выглядит. Кстати, я заметил еще все-таки решетки так сильно загрязнены довольно. При, казалось бы, кажущейся такой чистоте. Это сейчас почистим. Ну и да, нанесем герметик и аккуратненько захлопнем. Так, да, вот этот композицион, он гораздо такой серьезнее. Так, окей. Так, дочистим и закрываем. Так, да, решил прямо тут сделать. В принципе, тут уже все довольно понятно. Ну да, тут, скорее всего, опять все та же сера изнутри, видимо, растопилась и подзабило это дело. Ну да. Вот так, я думаю, лучше. Так, теперь аккуратненько, умеренно наносим клей. Две минутки подсохнуть и закрываем. Да, надо будет, я не знаю, если как-то что-то будем делать, надо какой-то прижим организовать, чтобы немножечко вот так в зажатом положении было. Ну и да, друзья, развивая вот эту тему, вообще понимание вообще, что вот это такая ситуация сейчас получается с этими девайсами, что как бы, ай, одноразовость на самом деле. Все-таки стоит как-то взвешенно вообще приобретать подобные вещи. Конечно же, там, если ты можешь себе позволить, там, через полтора-два года, там, выбросить, взять новые, а это нужно понимать, что отложить их, ну, либо вот так вот, да, не представляется возможным. Ну, как бы, костыли это, колхоз и вот это все, вот это все не круто вообще. Экономическая составляющая, вот за стоимость вот такого вот ремонта, либо обслуживания, там, по батарейке, либо по динамику, за половину, вернее, стоимость этого ремонта, можно себе годные наушники купить, пользоваться, блин, и делов не знать. Вообще, эти вещи не должны быть каким-то, вот эти все вещи, девайсы, вот это все подобное, это всего лишь, на самом деле, это нужно правильно понимать, это средство, средство, это инструмент, средство достижения цели, это не должно быть самой целью. То есть там, конечно, никакие некредитные вещи там, потому что это дорогие, дорогостоящие штуки. То, что можешь себе позволить по стоимости вообще, по, не знаю, там, по настроению, по вообще по всему там. Смотри, выбирай, делай правильный выбор. Не знаю, будь разумен, вот вообще на самом деле. Оценивай все вот это дело просто взвешенно и грамотно. Да, вот так вот. Так, есть немножко подержал. Так, эстетическая зачисточка. Ну и файл тест. Да, в следующий раз мы, наверное, что сделаем, опять же, вот по этой теме. Ну, я думаю, что интересно, в принципе, интересно. И ставь лайк, если интересно вообще подобные темы обслуживания. И показав вот таких вот, как бы, казалось бы, неремонтопригодных вещей, в следующий раз нам, скорее всего, да нам, в принципе, что здесь остается? Мы поменяли батарейку, мы поменяли основную динамику, у нас остается микрофон. Микрофон, да. Да, кстати, каждый микрофон можно проверить на свое. Многие даже иногда не знают там, что может быть какая-то проблема, может быть что-то. Это легко проверить. Так, сейчас еще раз музончик. Да, рут как не в себя, как бешеные. И да, что нам можно проверить, в принципе, на любом устройстве? Кстати говоря, да, здесь я идентифицировал, наушник не работает, вернее микрофон, микрофон не работает. Так, и как это можно проверить? Собственно, довольно просто. Диктофон. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Так, тут, скорее всего, у нас переключилось. Так, еще раз. Ну-ка, вухай его. Так, да, есть. И вот получается, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. не меняется шкала дискретизации, то есть у нас нет вот этой записи звука, и, соответственно, у нас микрофон не работает. Так, да, я хотел обозначить вообще, что как бы, что стоимостные еще вещи. Вот в данном случае мы владельцу попросили, вот на самом деле, ну даже пришлось найти, как-то пишут иногда люди, что там не работает, но второй, третий, ну так как мы это не обслуживаем, не предлагаем, не было такого случая. Тут как-то взялись вроде бы показать видео, интересную тему сделать, раскрыть, но не оказалось. Нашелся человек, у которого есть проблема вот с этим дребезжанием, предоставил нам наушники безвозмездно, мы ему так же безвозмездно это сделаем. Ну потому что это вот такая себе история, вот это вот где все клей, вот это вся вот эта тема, нестабильность вот этого дела, то есть тут я мог поплавить вообще пластик по-страшному. Кстати, вот мои моменты обучения, где-то, где-то, да, вот так вот это может выглядеть, вот тут представьте, вы сдали, а вам вот такое возвращают. Вот это у меня просто поплавилось. Это, так сказать, была настройка температурных параметров. Хе-хе, да, ну вот сейчас вот вообще я вот, в принципе, не знаю, немножко такая гордость есть, что вот это в чистом виде, как бы не вскрывашном это все выглядит. Так, да, все отлично, я думаю, что да, пока что локально можно на этом завершить. Интересно, кому эта тема, пишите в комментах, пожалуйста, по интересным продуктам, ссылочка в описании. Пока что, на этом все. Всем привет и всего.